Ой, 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 что тут творится? Некоторые это, конечно, используют в своих корыстных целях. В то время, если я не ошибаюсь, он единственный, кто стримил в маске, точнее, в балаклаве. Дети, взрослые, бабушки, дедушки, кто угодно. Теть, что так долго? А ты губки бантиком сейчас сделал? Да. И я тоже. Друзья, всем привет! Это прекрасный солнечный день из города Риги, страна Латвия. А помните, что первые два часа я лайкаю все интересные и адекватные комментарии. Сегодня я вам расскажу о канале Hardplay, расскажу, что такое стримы. Это мое личное мнение. Парни, 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 я сейчас на треке. К сожалению, летом я делаю мало стримчиков, но у меня есть второй лайв-канал. Ссылочка на него в описании. Так что захотите залетать. И на мои стримчанские, почему я решил открыть второй лайв-канал. Это все очень просто, чтобы я мог отвечать сразу напрямую своим подписчикам, своим зрителям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что тут творится? О, джиксер пошел! Смотри, джиксероводов много. Кто не в курсе, у меня, ребят, джиксер. Вон еще один джиксер впереди. Ладно, окей, когда разговариваешь, трудно на треке гонять. Так вот, Алексей тоже мотоциклист. К сожалению, он сейчас продает мотоцикл, скорее всего, из-за того, что у него вообще нет времени, так как стримы занимают очень много времени, энергии и так далее. Ну, скорее всего, он вернется к мотоциклу в ближайшем будущем. Я в этом уверен, да, Леха? Вот так вот мы тренируемся. Летом я вам советую лучше ездить на треке, если вы мотоциклист, чем ходить в зал, заниматься боксом. Я решил для себя, что летом трек это намного круче, чем ходить в качалку. Хотя я хожу в качалку тоже. О, запарился. Вот даже если вы первый раз на треке, не стесняйтесь, он, парень. Мы уже там на три круга обгоняем, ну, похер, какая разница. Главное тренироваться. О! Да, короче, как я деть зиму, у меня ни хера не получается. О! Какого парня дают, блядь, тут. Пещаду. Вообще, я смотрю очень многих стримеров. А началось все это где-то примерно два года назад. В свое время у канала Hardplay и Russia Powell был огромный конфликт. За счет конфликтов тоже можно набрать аудиторию, можно развивать канал. У канала Hardplay очень много было конфликтов. Самое главное, конечно, сам стример. Какая у него харизма, как он общается с людьми, как он делает свои стримы. Но не всегда зависит от него, будет он популярным или нет. Поэтому очень много факторов, и каждый выбирает свой путь развития в мире стриминга. Одно золотое правило. Стримы должны быть регулярно. Вы спросите, как же я вышел на канал Hardplay? Я просто начал искать стримера, который стримит в маске. Слушай, ты знаешь, это очень философский вопрос. Я, возможно, даже по этому тему книгу напишу. Обязательно. Я очень быстро нашел его. В то время, если я не ошибаюсь, он единственный, кто стримил в маске, точнее в балаклаве. А в балаклаве, потому что он мотоциклист. Это было уже сразу понятно, как и в одном из стримов. Если я не ошибаюсь, я видел шлем у него на фоне или что-то такое. В начале своих стримов он был довольно спокойный. Он не был такой разговорчивый. Скажу сразу, что YouTube дает вам возможность развиваться. Вы будете быстрее говорить, вы будете круче общаться. Так как и вы общаетесь... О, ворона, ебтик, ты бы полетел. А на стриме постоянно. Да, начинающим стримерам часто приходится разговаривать с самим собой и комментировать процесс своей игры. В тот момент у Hardplay на канале было примерно 150-300 зрителей. Стримы были изначально только игровые, на игровую тематику. Позже начались стримы с рейдами, с движухой какой-то, потому что люди любят такие стримы. Люди любят реакции, реакции на реакции и так далее. Смотрел я стримы не только Hardplay. Я смотрел многих стримеров и смотрю до сих пор. Для того, чтобы понять, как лучше сделать свой стрим. Вы, наверное, спросите, что такое рейд. Рейдом называется, когда один стример, у которого больше аудитории, заходит к стримеру, у которого маленькая аудитория. И тогда все ребята, которые в чате начинают спамить, ставить лайки, дизлайки, все зависит от самого стримера, как он придумывает развитие рейда. Бывает так, что и маленькие каналы заходят специально к большим каналам, чтобы пропиариться. Что тут за лужа такая не очень хорошая. Ребята, я тут покушать заехал. Приятного аппетита вам. Обычно это бургер, но сегодня котлетка. Вот такой супчик в ледо. Знаете, что еще? Очень круто, что канал Hardplay делал много благотворительных стримов. Единственное плохо, что некоторые это, конечно, используют в своих корыстных целях. Я имею в виду те, кто просят о помощи. И мы знаем, что недавно было очень много таких историй. Знаете, изначально стримы Hardplay мне не нравились. Он такой дерзкий. Очень много ругался. Мат. У него очень много было рубрики, связанные с кейсами. Open case. Если кто не знает, что такое кейсы. По сути, это просто рулетка без ограничения возраста, где вы выбиваете скины. Что такое скины? Это оружие, шмот, которое продается за деньги. Это как бы виртуальные вещи, которые продаются за деньги. Из CSGO, PUBG и вообще во многих играх. Смотрите, какая стройка у нас здесь. Со временем порадовало, что он поменял свой контент. Я уверен где-то на 90%, что во время open case ему сами владельцы рулеток подкручивали онлайн, подкручивали те же самые кейсы. Позже он начал делать разоблачение рулеток. Заходил, проверял кейсы. Я реально очень-очень рад, что он поменял этот контент. Начал более делать лайтовые стримы, меньше ругаться матом. Он стал намного позитивнее. Он стал по-другому совсем относиться к своим хейтерам. Да-да, к хейтерам тоже нужно уметь правильно относиться. И общаться с хейтерами. И однажды канал Hardplay забанили, а так как у канала Hardplay огромная комьюнити, они быстро решили этот вопрос. А все было из-за того, что YouTube ошибся, сделал ошибку. Очень просто. Поэтому YouTube это YouTube. Смотрите, какая сережка. Зачастую, друзья, стримерам просто тупо накручивают онлайн. Они даже сами того не знают, что дает накрутка онлайна. Ваши трансляции тупо выводятся в тренды, выводятся в рекомендуемые. Зрители видят вас, к вам приходит новый поток. И начинается жесткая-жесткая движуха. Бывает так же, что онлайн скручивают. Представляете, просто скручивают. Кто это делает, это делают завистники, хейтеры, конкуренты. Тех, которых, в принципе, не получается добиться успехов на YouTube. Вам, наверное, интересно, а как же зарабатывают стримеры? И вообще, почему они стримят? Почему они не работают на других работах? И возможно ли на этом заработать? Да, друзья, на этом возможно заработать. И очень хорошо заработать. Но только в том случае, если у вас реально годный контент, у вас аудитория, которая вас поддержит. И не пытайте иллюзий, что это легко. Стримить это нелегко. Вы отдаетесь людям, которые вас смотрят. Так как если вы будете просто тупо сидеть, у вас никто не будет смотреть, если вы будете грустным, скучным. Бывает, что многие стримеры стримят по несколько лет. Онлайн у них как стоит, так и стоит. Мне очень нравится такой стример, как стил. Он на позитиве, злой. Вести смотрю. Вообще, очень-очень многих стримеров смотрю, как я и говорил до этого уже. Кто смотрит эти стримы? А стримы смотрят люди, которым задолбало смотреть зомбоящик. Или гребаные сериалы. Стрим смотрят дети, взрослые, бабушки, дедушки, кто угодно. Что так долго? Я сам смотрю, часто стримаю. Хотя у меня очень мало времени на это. На стримах в чате, где общаются ребята, можно узнать много интересной информации. Можно познакомиться с новыми людьми. Можно просто отдохнуть, даже не писать в чате, а наслаждаться эмоциями стримера. Прохождение твоей любимой игры. Фан-чату, как засмеется человек. Реакции. Чат-рулетки. Да что угодно. Висит. Вот моя студия, где я монтирую видео, где я стримлю. Я открыл сейчас страничку канала Hardplay. 782 тысячи подписчиков. Канал Hardplay входит в пятерку самых крутых, быстро растущих каналов на тематику игр и стримов. На стримах сидит по 15, 20, 25 тысяч человек. Сегодня этот стрим набрал 30 тысяч лайков, 150 тысяч просмотров. Вы представляете себе? Вы вообще представляете себе? Это кажется невероятным. Не правда ли? Ну, это реальность. Друзья, я уверен, что такими темпами он наберет миллион подписчиков до нового года. Поэтому я смело тебя уже могу поздравить с миллионом. Конечно, Hardplay никакой не ангел и не пушистик. У него много всяких косячков. Вы согласитесь, что у каждого из нас есть какие-то косяки, и мы не пушистики. Но он идет в очень правильном направлении. Он просто молодец, красавчик. Поэтому люди к нему тянутся. Его поддерживает огромнейшее комьюнити. Хочу пожелать этим всем стримерам отличного бомбического развития на Ютубе, на Твиче, чтобы в их жизни было все под речком. Желаю вам быть всегда на позитиве, ценить все, что у вас есть, не ныть, стремиться всегда к лучшему, общаться в чатике дружно, не засирать друг друга, не хейтить, не бегать из чата в чат, разносить бред какой-то. Будьте под речком. О, тетка меня обогнала, я уже испугался. Всем отличного настроения, отличного дня. Всем спасибо. Всем пока-пока-пока-пока. Она по телефону говорит, ей все по огороду. Огородница. А вот такие блондинки ходят на высоких каблуках. А вот это латвийские флаги. А это школьник идет, который, наверное, сегодня будет смотреть стрим. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok